Добрый вечер! Мы в прошлый урок доучили 28 главе, и с этим и в заключительной главе общающаяся по вопросу депрессии и как с ней бороться. Когда мы позапрошлый урок занимались переводить предыдущих главы на практику, мы не учли 28. 28 мы учили прошлый урок, но не перевели его на практику. И я разделил это, потому что я считаю, что 28 глава должна получить должное внимание. Потому что она не просто абстрактное депрессивное положение по разных обстоятельствах, она жизненная важная не теория, а практика. И поэтому в наш урок я буду попытаться с вами обсуждать прошлый, то есть 28 глава на практике, и в оставшееся время начнем с 29, которая является другая тема. 28 глава общается с человеком, который уже принял решение стать правильным. Он не хочет быть правильным. Он правильный. Мы говорим о практике. Давай возьмем несколько образцов решений в нашей обычной бытовой жизни. Человек решил перестать курить. И он бросил курить. Он не курит. Но у него раздражение постоянно желание курить. Он может с этого желания бороться, потому что потребность, внутренняя потребность, а зависимость от никутина уже прошла. Но вот образ курящей хочется. Знаю от себя. Вот образ, вот этого образа хочется. Например, человек решил, принял решение. И он на практике так и ведет себя. Он не кушает ночью. Он кушает несколько раз в день. Пропорции, правильно порции, определенный вес. Не жирного, а правильно. И из-за зависимости от неправильного питания, он уже увеличился. Он уже не находится в этом состоянии. Но хочется. Он вспоминает, что было ему вкусно, что было ему вот этого распушенности. Могу есть, когда хочу, что хочу. Вот, вот, хочется. Просто появляются эти желания. Человек решил быть активный, социальнейший человек. Активный. Идти на работу и работать. Не каждый, там, второй час ложиться на диване и мечтать. А на практику. Сидеть и трудиться. Что-то делать в жизни. И он уже переломал себе вот этот период, который ему было лет. Уже прошел, но хочется. Вот, проявляется желание. То есть, мы говорим о человеке, который находится в правильный процесс. Он в процесс. Он идет правильно. Он в правильном направлении. И он радует. Ему это радует. Он чувствует себя бодро, когда он не курит. И чувствует себя не такой надутый, а вот такой жизнерадостный, потому что он не кушает, что попало и как попало. И он горд в себе, что он что-то делает, активничает в жизни. А не линеть. И не ложиться на диване. И он начинает возмущаться. Почему мои мысли тянут меня обратно? Почему они меня тянут обратно? Почему? Почему я не заслужил того, что я буду жить с моим решением комфортно? Почему меня постоянно тянет назад? Мне рассказала удивительная информация. Для меня это было вообще открытие в то время. Человеку, у него была очень тяжелая зависимость от алкоголя. Тяжелая. Он был просто пьяница. То него это перешло уже в зависимость. И он говорит, что для человека, который имеет прошлую зависимость, ему нельзя вообще даже ни капли не пить. Почему это как пружина? Разрешишь, она не вернешься к той же уровень, а напрыгнешь и спихнешь вверх. То есть это будет совершенно другое положение. И поэтому он понимаешь, как бывший куряшей, как бывший человек, который не контролировал свою еда, как бывший человек, который получил уже наслаждение ложиться и ничего, и бездельничать. И он радует своей сегодняшней жизнью. Сегодняшнее положение ему радует. Он не жалеет. Так почему у него появляется постоянно мысль, а помнишь, как было вкусно, а помнишь, как было хорошо, а помнишь, как было весело. И он не понимает. Он возмущается. Почему я должен этим терпеть? И поэтому вот все, что мы учили до сих пор, практикуется здесь на дело. Первый говорит ему, Ребе, радуйся. Не смей входить сейчас в возмущение и депрессия. Не смей даже. Почему? Тут не надо теория. Потому что теперь, когда мы говорим о делах, если ты сейчас расслабишься, ты возьмешь первую сигарету. Если ты сейчас расслабишься, ты просто пройдешь через пекарню и захватишь какую-то булечку. Потому что если ты сейчас расслабишься, ты перестанешь работать сейчас и вернешься к прежней жизни. Поэтому тебе сейчас надо собрать, укрепить себе. В чем? Жизнерадостное чувство. Укрепить в своем чувстве, что тебе хорошо сейчас. Ты не хочешь это потерять. Во-вторых, быть активным, усиловать себя в это же дело, где ты занимаешься сейчас. И три, толкни его. Толкни его. До свидания. Уходи. Не надо. Не надо. Не надо это вместе. Нехорошо. До свидания. Все. Не начинай себе искать причины. Не надо. Не надо себе. Ой, почему я такой? Потому. До свидания. Мысли до свидания. Желания до свидания. Не надо. Не надо с этого начинать. Как только мы начнем, мы разрушаем себе. То есть первая задача – толкнуть, вспоминать, как мне хорошо сейчас, и усиловать этого действия. Все. Если это покурение, просто иди, дыши воздух, почувствуешь, как ты снова чувствуешь свои логики. Если это еда, поднимай на вес и наслаждаешься своей положением. Если это вопрос олен, вот активничай сейчас, больше, в конец день ты поставишь себе погоню, я молодец. Я крутой и правильный. То есть не надо входить. Наоборот, надо нападать. Не с ним возиться. С ним вообще не обращать внимания. Не надо с ним возиться. Возиться – значит любить. Возиться – значит отношения. Не надо никаких отношений. Но человек хочет понимать, долго ли это будет, вот этих задних мыслей. Они постоянно будут меня так мучать? Ответ – да. Да, будут постоянно. Почему постоянно? Потому что это ты. Ты не бросил сам себя где-то. Ты как человек имеешь двумя жизнями. Двумя души. Первый, который тянет тебя на комфорт. Второй, который тянет тебе к успеху. Одна животная, одна божественная. Одна тянет тебе комфорт. Поэтому она всегда хочет того, чтобы тебе комфортно. Комфортно курить, комфортно ест, что хочешь. Комфортно лень. Комфортно. А вторая тянет тебе к успеху. Она хочет твой успех. Поэтому, когда ты усилываешь желание к успеху, вторая душа тянет к комфорт. Она злится. Знаешь, я думал о себе. Но я думаю, что у каждого человека практически есть проблем с спиной. Я не встречал человека, который не был проблем с спиной. Дай Бог всем нам. Практически каждый из смертных нормальных людей есть проблем с спиной. Попытайтесь ходить правильно, спиной ровно, когда вы на это не привыкли. Ну, это очень больно. Это больно. Ну, это реально у меня проблема. Это больно. Невозможно. Я не могу так ходить. Надо, надо, но не могу. А что делается? Потихоньку. Есть упражнения. И надо укрепить мышцы в этой зоне. Надо растянуть позвоночник. Надо идти к массажисту или кого-то, который понимает, который поправит костей. И тогда через определенное время ты вернешь к правильному образу спиной. Также в наши обычные успехи жизни. Каждая наша привычка, которая тянет нас к комфорту, это чуть-чуть маленький уголь неправильной спиной. Физически. С ним, ну, нельзя вот так. Если будет вот так, будет больно. Да? И когда пропитаешься, сразу комфорт будет кричать. Не-не-не-не-не. Мне некомфортно. Так не надо. Так что делать? Не обратить внимания. Делать того, что нужно. Упражняться, упражняться, упражняться. И через время научить себе не обратить внимание к той нитьей, которой ноет постоянно комфортная душа. Комфортная душа называем ее. Животная душа – это комфортная душа. Жить, как хочется. И понимать, что если ты будешь слушать постоянно нитьей, комфортная душа, ты никуда не дойдешь. Никуда. Поэтому первое, мы говорили, это быть жизнерадостной, активной и живой. То, что мы называем радость. По правильное название радость. Не танцевать, а жить радостной человеку. Да? Живой, активной и жизнерадостной. Второй. Будет это постоянно? Конечно. Почему? Это не раздвоение личности. Ты, человек, живешь с ними двумя. Комфортная душа и развитие души. Комфортная душа спротивляется любое развитие. Всегда. Всегда будет спротивляться. И ей лучше сидеть на попу, возле телевизора, бутылка пива и быть недвижной. Не утратить ни одного, не дай бог, калорий. Все. Все. Если можно поставить унитаз под кресло, было лучше. Вообще. Ну, недвижнее. Любое движение, которое мы хотим делать, мы спротивляемся вот этого комфортная душа. Она начинает кричать, зачем тебе это надо? И даже если ты себе заставил и стал, она будет нить постоянно, пока ты не умерешь. Она будет постоянно нить. Ее нитье будет бесконечным. Поэтому тебе нужно смириться и просто понимать, что нитья не надо слушать. Хорошо. Нитья не слушаю. А как меня вести себя? Здесь нам дали два совета. Они на самом деле два ступеньки. Два положения, которые я могу бороться с этого нитья. Нитья комфортная душа. Первый. Не обратить внимания. Она начинает нить. Не обращай внимания. Просто не обращай внимания. Если какой-то клон придет к тебе и начинает, ааа, ты не куришь, дааа. Да, не куру. До свидания. Да, что ты? Такой умный, не кушаешь того, что вкусно. Да, такой умный, не хочу. Ты же не начнешь с ними беседовать. Да не хочу я и все, не хочу. До свидания. Не буду я и все. Зачем дискутировать? Дискутируешь, еще попадаешь. Не надо дискутировать. Вот эта тема не надо. Вот эта тема, которая тебе тяжело, не надо обсуждать. До свидания. Так же, если это был чужой клоун, так же с нитьей комфортная душа. Не надо обратить внимание. Ноешь, знаешь, правильные направления. Поправляешь спину. Поэтому ноешь. Так ной. И правильно ноешь. Я исправляю себе. Поэтому тебе некомфортно. Ну, хорошо. Потерплю. Но есть иногда, что эта нитья настолько громкая, что аж некомфортно уже становится. Ну, хочется, так хочется. Ну, прям хочется. Но и так громко, что тебе становится раздражительно. Ну, что тебе пил? И здесь самый интересный совет. Это жизненный совет. Кричи на него. Прямо кричи. Прямо унижай ее. Что кричать? Просто скажи. Пробуйте. Увидите, что это работает. Когда прям хочется, хочется вернуться к прыжке. Хватит. Не буду. И удивительно проходит. Просто проходит. Когда человек настойчиво кричит на себе и говорит, хватит, все, не будем. Успокаиваешься. Как чудо успокаиваешься. То есть, когда человек воспитывает себя, он берет себе новое решение. И он укрепил себе в это решение. Не надо думать, что оно все увеличилось. Нет. Вернешься к тебе. И несколько раз. И нитья будет постоянная. У тебя есть два положения. Когда она ноет. Просто ноет. Желает еще раз попасть туда. Что надо сказать? Там не обратит внимания. Не обратит внимания. Дальше иди. Дальше занимаешься собой. А если прям раздражительно. Вот хочется так, хочется. То кричи. Она уйдет. Желание уйдет. Вот это, я считаю, жизненное обучение для любого нужда в жизни. Она встречает нас в отношении с детьми, в отношении с жены, в отношении с родителями, в отношении с работой, в отношении с привычки, в отношении с едой. В любом положении. Я считаю, что это жизненный урок для любого повода. Теперь мы начнем в 29 главе. На самом деле это продолжение, но новая тема. Вопрос депрессии и как бороться с ней. Мы только что закончили весь цикл. Но теперь человек у нас вне депрессии. У него депрессии нет. Что есть, он перестал чувствовать. Перестал чувствовать. И он удивляется. Он такой безразличный. У него нет чувства. Он все делает правильно. Он активничает в жизни. Он работает тяжело. У него все получается. У него нет проблем. Он живет правильной жизнью. Он ходит в синагогу и молится, и учится, и идет на работу. И одевает филин утром, и соблюдается. У него нет проблем. Но чувство пропадало. Он раньше помнит. Он помнит какие-то раньше времени, когда у него горело сердце. Все захотелось. И это захотелось, и это захотелось, и это захотелось, и это захотелось. И это пропадало. Нет чувства. Уже ничего не хочется. Все делается. И он не хочет отказаться от дела. Он все делается. Но чувства нет. Нет желания. Нет такой. Пустота такая. И он спрашивает о себе, а почему? Ребя сразу задает вопрос. Ну и что? Хорошо, без чувства. Пусть живет без чувства. Не все должно быть чувства. Чувство проходит и переходит. Так давай живи без чувства. Говорит Ребя. Нет. Чувство нужно. Первое, почему? Надо служить Всевышнему с радостью. Чувствовать радость в жизни. Надо чувствовать вкус в жизни. Правильный, божественный вкус. И поэтому первая причина, почему это нужно, потому что жизни без чувства, они неправильны. Они недостаточны. Это недостаточно. Поэтому ему чувствуется, он должен чувствовать и заставить себе обратно вернуться к чувствам. Я хочу это объяснить, потому что много могут ошибиться и не понимать меня правильно. Это известное дело, это называется в Хасидут, Балшемтов говорит, что человек иногда может сидеть даже в нечистое место, в туалете. Убегать от болота, где он находится, и бежать куда-то в лучшее место. И Балшемтов объясняет, откуда это приходит, вот это желание убегать от болота и идти куда-то правильно. Есть божественный речей, божественный речей, который раз в несколько, несколько раз в день говорится про храм, про храм, про евреев, и всяких разных. Если они говорятся, почему мы не чувствуем, мы не слышим, потому что наши уши заложены в материальные желания. Мы глухие, не слышим. Так если мы не слышим, зачем нам это, зачем они должны быть озвучены? Зачем их говорить, если мы не слышим? Говорит Балшемтов, иногда это попадает к определенных евреев, в определенное время, в определенные обстоятельства, и это возбуждает у него желание стать лучше. Вот для этого они созданы. Поэтому Балшемтов говорит, почему к тебе попадало вот это желание, услышим. Твоя душа услышала этого баскуль, услышала этого речевка, божественная речь. Поэтому у тебя возбудилось желание. Это называется из Иерусо дел Эйло. Сверху тебя позвали. Они тянут тебя. Ты находился в болоту. Они видели, что это тебя бестолку. Бросали тебе трос. И начинали тянуть. И поскольку ты начинаешь тянуть, что человек делает, когда тянет его, начинает тянуть его из болота, шевелиться. Ты начинаешь шевелиться. Когда ты начал шевелиться, есть второй этап. Тебя тянули до почти берег болота. Теперь тяни себя. Хватит уже сверху. Сам тяни себя. Поэтому они оставляют трос и говорят, давай, выходи. Что происходит? Это называется из Иерусо делесато. Надо будить себя. Из вниз вверх. Вниз вверх вниз. Вниз вверх. Что происходит у многих, когда это происходит? А, ну, троса уже нету. Давай обратно. И падает вниз. Так не надо. То есть от нас ожидают, что когда бросали трос, мы взяли и начали тянуться. Нас вели к берегу. Теперь ты должен пахать. Пахай. Теперь ты. А когда переходит к теперь ты, много говорят, мне пропадало желание. Нет желания. Да, нет желания. Буди в себе желание. Он говорит, ну, хорошо, не надо желания. Давай не надо много шевелиться. Не надо желания. Буду жить без желания. Просто будут правильные евреи без желания. Нет, не надо. Надо быть живой. И это желание. А ее надо делать. Это первая причина. Вторая причина. Стать лучше не станешь. Когда человек наполнен эмоцией, он может стать лучше. Когда человек в ноль эмоций, лучше он не станет. И мы же знаем. Мы находимся в скользкой дороге вверх. Если ты не поднимаешься вверх, ты скользаешься вниз. Если у тебя нет мотивации быть лучше, ты не становишься так же. Ты спускаешься вниз. Ты как в той болоту. Начинаешь тынуть в болото обратно. Так не надо. То есть два причина. Первая причина, почему нам надо желание. Надо быть живой. Ты должен создать у себя желание. Во-вторых, стать лучше. Почему я говорю, что лучше становится только с чувством? Очень давно, когда я еще учился у Рэбе в Нью-Йорке, я был у Рэбе Элькан. И в субботу, это была пятница ночи, на тряпезе у него дома. Я помню до сих пор, потому что это было очень интересно. Тема очень интересная. Он говорил, что он встречал недавно человека. Была тогда мода такая была. Выпустили несколько книг. Начали появляться компьютеры поумнее и по мощнее. Они стали быть доступными обычным людям. Вы же знаете, в космос полетели с мозга. Компьютер меньше нашей обычной телефон. То есть начали появляться доступные появлялись домашние обычные компьютеры. И уже мощность была приличная. Мы говорим о 1996 году. Уже появились нормальные компьютеры. И один человек решил, что ему очень интересно, если мы поставим задачу компьютер перебирать ввыз пятикнижный тору с прыжком пять букв. Какой результат мы получим? То есть бережис бет. Один, два, три, четыре, пяти. А потом шестая буква, седьмая буква, там третья буква. И он нашел прям такое чудо. Там прям описание в каком год будет Холокост, в какой год будет такой-то, в какой год будет происходить такой, когда будет создание государства. Он все нашел. Ну, поймите, он распечатывал книги с взатой кусок от тору, показали, как это идет по шагам, как он нашел этих букв. все было доказано, это не какая-то фантазия. И когда несколько ученых пытались спротивляться и говорить, что любая газета, любой, любой, любой текст так же пытались и нет. Питались и нет, и не получилось так же. То есть это было уникально. Причем там были логичные вещи, конкретные вещи, правильные вещи. там не какой-то бред. И он распечатывал, я не помню, один-два книга, и он же не помнит сколько. Мне там никогда не было интересно этих вещей. до меня бог это не такие доказательства, но неважно, для многих это было очень интересно. И он привез этого книжка в подарок Рабиоэль Канн. Рабиоэль очень интересный человек, он хотел понимать, зачем вам это надо. Интересно, я не говорю, что не интересно, а это надо, вам это было потребностей, ну цел какой. Ну ты нашел, молодец, красиво, цел какой. Он говорит, ну что доказано, что она истинная. Вот так доказано, что истинная. Она была дарована Моисея, дарование Тору нам нужно вот этого. Он говорит, нет, это для тех, которые не верующие, вернуть их к веру. Интересно. Это впечатляюще. Бессомненно, впечатляюще и зрелище. Очень интересно. Рабель ничего не спорил, зачем? Правильно, так считаешь, так и надо. Нам он говорил, что это не работает. Не работает. И он нам рассказал очень интересную историю. Я не знаю, кто из вас услышал про этого человека, но в моем детстве он был очень известен, очень известен. Прямо легенда. И он был легенда Советского Союза, евреев Советского Союза очень много во время у тех, которые были вхожи в это движение еврейства подпольное. Он был очень известный человек мирового еврейства потом. Он велос в Ригу, он стал легендарным профессор того, что сегодня начинаем развивать. Это как пользоваться мощь солнца для нашей благи. первые воспользования солнечной души через солнечные батареи и так далее. Это его эра разработала. Его коллектив не он один. Когда он занимался Советского Союза, в Советском Союзе были два или три такие. Это была тема, которая нетронутая, неинтересная, люди не понимали потенциал. И он стал не просто религиозных евреев. Профессор стал Хаббатский Хосит в Ригу. В Ригу было подполное Хоситское движение, которое осталось еще до военной периода. И ее не уничтожали. И он подключился туда. у него никакой не история. Однажды он был в Нью-Йорке, там есть, может быть, Фарбринген, расскажу интересную ситуацию с ним, с Ребе, как Ребе, ему помогали развивать свой тему. Он был потом глава кафедра этого наука в Берешева, в Израиле, в институте, в Берешева, недавно умер, то он спросил у него, когда ты принял решение начинать соблюдать субботу? Вот, соблюдать. ты решил все, я соблюдаю. Вот, есть такое решение. Все, я соблюдаю. Когда ты принял решение соблюдать, точка. Он говорил, что когда он начал приблизиться к иудаизму, к еврейству, начал входить в этого кампания хасыдов и евреев и религиозные оставшиеся в Ригу, они собирались на Симхатура в маленькая квартира максимально изолированная чум. Потому что это было танцы. И они прям много человек, 50 или 100, не важно, много человек в связи с этого маленькой квартиры, сели плечу к плечу прямо в обнимку, потому что места не было. И весь ночь танцевали. Вот тогда я принял решение. То есть решение изменить себе в жизни не идет через логика. Это ошибка. Она происходит через чувства. доказательства? Очень просто. Кто перестал курить, потому что он думал об этом? Никто. А после инфаркта, не додумывая, перестали курить. Я это видел. Слава Богу, не у меня, но я это видел. Вот этого Робио Кан курил каждый день по три пачки Малборо Красной. Причем он не знал английский, до сих пор знает английский. Он уже 50 лет там живет, не знает английский. Он ходит в магазин, он ходил, я это помню, ходил в магазин, когда перешел в сторону Кингстона, он живет в Монте-Гомре, дошел до Кингстона, повернулся, там был магазин с сигаретами, там и продавец был испанец, он зашел, показал Малборо, три, получил три, оплатил и ушел дальше. Каждый Божий утром. И мысли перестать курить не было. Получил инферд, уже просто не курил, просто не курил, ему уже было за 70, не какой-то молодой, перестал курить и все, ну не все, понял, это мощный удар, он может быть в радости, как в Симха Тора, как профессор Брановер, или может быть в горе, когда тебе ударили в лицо, тогда ты разворачиваешь себя, полностью меняешь своим образом жизни, полностью сверх ногами. Чувство. То есть чувство имеет сильный, мощный ресурс для изменения образа жизни. Поэтому без чувства невозможно. для очень большой подвига должно быть большое чувство. Для маленьких подвига должно быть хоть какое-то чувство. Хоть какая-то. И вот эта хоть какая-то должна присутствовать. А наш человек, говорит Ребе, жалуется, что у него чувства нет, пусто в сердце. Что ему делать? Вот это наша глава 29. Спасибо. Спасибо.